У вас все время тянет на репрессии. Я читаю, что Сноудена надо посадить пожизненно, вы пишете. Зачем он нужен? Предатель. Перебежчик предатель. Кого он предал? Свои спецслужбы, где он работал. Он заключил контракт. Работаешь, не нравится фирма, уйди. Пошел вон. Если ты работаешь в фирме, крадешь секреты, продаешь, и ты хочешь, чтобы тебя на руках носили, ты предатель Сноуден. Когда это вот сегодня, как его, второй-то недоумок. Из Викиликс, который. Вот, Манг Нейн, как его? Не помню. Почти как Менингит. Какое-то название, дурацкое имя его. Василий, как его зовут? Вот, который с 90 лет ему обещают дать. Менинг. Менинг. То есть он же, даю ему 60 лет сейчас. А Сноудену тоже 60 лет. То есть со всеми предателями обязательно. Размазнение должно быть. Он предал интересы США. Я США ненавижу, но я схожу из того, что это предатель для США. А США-то вы за что ненавидите? Там есть местный академик, кстати. За то, что они ведут борьбу только против нас. Все арабская весна, революции против нас. Ой, я запутался. Против нас. США ведет борьбу против нас. Сноуден против Америки. Значит, он тогда с нами. Что за дурацкая логика? Он нарушил, он нарушил, он предатель. У всех предателей, где бы они ни были, в Грузии, в Америке у нас, должны наказывать жестоко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Существует тезис в Жириновске, допустим, вы звучите, что Сноуден – предатель. Ваше мнение? Понимаете, когда мы говорим слово «предатель», так сказать, там «пятая колонна». Вот я к национал-предателям хочу подвести тебя. Проходит какое-то время, и либо эти люди уходят в небытие, мы про них забываем. Либо они могут стать национальными героями, предвестниками будущего. Борцами за то, что нам сегодня представляется правильно. Или наоборот. Человек, который является национальным героем, через какое-то время вдруг выясняется, что это кровавый убийца. Например. Не только в нашей стране. Во всем мире. То есть я к чапку пришла. То есть во всем, все эти термины, там «предатель», «предатель» или «борец» за справедливость. Вот снова, что он ради денег передал все секреты, раскрыл. Так, если это ради денег, предатель однозначно. А есть ли это его убеждение? Если он считал и считает, что АНБ нарушает основополагающие принципы человеческой свободы, прав человека. И сделал это потому, что он считает, что это правильно. АНБ ведет себя неправильно. АНБ. 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 А, кстати, как вы вообще... Вот я беседовал относительно недавно с вашим бывшим соратником и политическим, таким вот, может быть, гуру с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Вот. И он прямо в этой судье сказал, что Сноудена надо не просто выдать, надо казнить, осудить и всячески наказать. Вы как смотрите на ситуацию? Я считаю, что есть такая точка зрения, допустим, его выдать и обменять на российских людей, которые находятся в Америке в тяжелом положении, их фамилии известны. И даже тех, кого неизвестны фамилии, есть такая тенденция. Но, вы понимаете, Сноуден превратился в очень важного человека для мира, для всего мира, который пользуется интернетом. Вы имеете в виду как символ некий? Ну, как символ, да. Или как человек, который какую-то информацию все-таки предоставляет. Нет, как символ того, что мир меняется, да, и он открыл некоторые тайны, о которых мы все знали, в общем-то. Догадывались, да, скажем так, да. Но он открыл их инструментально, конкретно, как говорится, с картами в руках, да. Не просто так. Но он предатель? Ну, наверное, с точки зрения того, что он давал присягу. Но тут тонкость есть, кстати говоря. Он же не был сотрудником АНБ в момент, когда выдавал. Наверное, подписку какую-то они разглашили. Ну, возможно, он работал в компании, в компании конкретно, кстати, которая имеет московское представительство, человек 50, и никто не удосужился позвать их в эфир. Интересно. Компания, которая является подрядчиком АНБ. Ну, то есть, как бы, кооператив при АНБ, переведем на наш язык. Поэтому, как кооператор, так сказать, ну, наверное, он не должен был выдавать те секреты, которые он знал по старой там работе. И так далее. Вот. Это, кстати, очень интересная американская схема работы. Вот у них люди поработал в спецслужбе, пошел к соседям в коммерческую структуру. Там заработал много денег, вернулся к себе на высокую должность в спецслужбу. Пошел опять работать к соседям. А у нас разве не так? У нас не так, к сожалению. У нас надо там отработать 25 лет. Ну, иногда уходят, так сказать, отца. Но факт то, что они при разведке не чураются создать коммерческие структуры, которые открыто, но аффилированы, не там, не скрыто. У нас там могут пристроить в госкорпорации, туда-сюда. Но это другое. Человек там занимается другими делами. Он занимается нефтью, газом, все. А это занимается своими же делами, чем он занимался по той работе. Но на коммерческие деньги, с возможностью свободно ездить, с возможностью получать суточные, там, командировочные. Отличная тема. Она имеет здесь огромное представительство. Ее можно позвать, так сказать, и попрощать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Мы знаем, что миллионы граждан США на самом деле считают Сноудена героем. И мнения там, в общем, самые разные в отношении. Но большинство все-таки за Сноудена. Большинство за Сноудена, да? По статистике 55% из 100 его поддерживают. А в этом контексте, как вы рассматриваете версию, что на самом деле вся эта операция Сноуден, это игра американских спецслужб. Что есть люди, которые недовольны нынешним режимом, недовольны демократами Обамы и пытаются скомпрометировать нынешнее правительство. И за всем этим стоят люди, поддерживающие республиканцев в спецслужбах американских. И все вот это на самом деле спектакль. Жень, ну вот я, конечно, стараюсь не играть в политику. Но я должен сказать, что я слышал тоже эту версию. Я в Фейсбуке, да, вот наталкивался. Что некие событийные моменты, так скажем, да, которые происходят вокруг господина Сноудена, могут предположить, что такая версия имеет право на существование. Именно версия. Уж насколько они там между собой, да, могут договориться, либо могут между собой выяснять какие-то отношения, вбрасывать какой-то компромат и все остальное, это вопрос политический. И исключать такую версию, наверное, невозможно, потому что, согласитесь, очень много деталей, которые заставляют думать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.